Как бы форму моего, так и моего, потому что если дети не будут ходить, то на хлебушку хватать не будут Секреты о хлебе насущном сейчас нам расскажет Александр Дмитрий Мы в гостях, здравствуйте всем, мы снимаем уже это видео, уже тренера болтуны Мы в гостях в Анапе и паримся Вы нас знаете, а это тоже известная личность в мире, болтунады Александр Дмитрий Аплодисменты помощницы, да, у нас помощница, дочка моя и племянница Ну что, мы говорим о джудо в Анапе И слушаем внимательно Что можно сказать про Анапу Дзюдо у нас разве-то очень хорошо Порядком только, наверное, около в городе, только само Ну, раз, два, пять залов джудо У нас три спортивные школы развивают джудо Население я не могу точно сказать, сколько в Анапе Но джудо у нас и самбо, в общем-то, давно Уровень очень высокий Он как и был еще в свои времена девяно, когда я сюда начал только ездить Тут проходили именно образование, Россия Собиралась вся Россия, в общем-то, возил сюда детей И победы, любая здесь победа, так сказать, на Кавказской земле, в предгоре Это стоилось нашей, там, Европы, в серединке Там за пять считалось Здесь хотя бы одну победу, тут получше Поэтому уровень, конечно, очень высокий Потом юг России, он всегда считает Еще раньше был еще Кавказ Сейчас их отберили Слушай, Саш, ты же, смотри, получать Ты переехал из Центральной России Переехал сюда В Центральной России у тебя достаточно неплохие были результаты У твоих учеников А о чем вдруг ты решил так все переворотить? Ну, потому что там уже результаты как бы вышли на свой уровень А дальше там уже как бы кто-то заканчивал бороться Кто-то перешел к другим тренерам, сборной там и так далее И я понял, что опять надо начинать заново И поэтому пришлось, я подумал, может быть, начать заново С чистого листа? С чистого листа, где-то более в теплом месте А в каком городе вы любили? Подольск, Кремовск А способность Ну вот, твое впечатление Разница между дзюдо Центральной России и дзюдо Юга Ну, дзюдо Юга России Резко отличаются вообще? Менталитет людей, вообще представление о дзюдо? Ну, я так думаю, что не резко отличается Потому что, ну, все-таки мы Ну, так как все-таки это юг, здесь все поспевает раньше Поэтому и дети поспевают раньше И поэтому и борьба здесь больше смешанных Много вот кавказских народов Где дети более быстрее растут Поэтому они выступают посильнее Просто там, где у нас совсем еще ребенок А у них уже маленький мужчина Джигит Поэтому растут быстрее Любят борьбу Опять-таки, династии борцов Отцы борются Соответственно, и сыновья продолжают бороться А отношения родителей Вот, допустим, в европейской части России Точнее, в центральной И вот здесь Родители как относятся? Так же хотят чего-то? Ну, я бы не сказал Понимаешь, сейчас все меняется Сейчас, в первую очередь Все хотят для начала отдать ребенку Чтобы отнять его от улицы А больше даже от интернета От вот этих То, что мы сейчас делаем Да Потому что основа Здесь, конечно, сейчас изменилось Если раньше ребенок шел Шел на лидера Шел на тренера Сейчас просто лишь бы он занимался Конечно, здесь изменилось Но все равно Я считаю, что у нас тут Желающих бороться Вот так То есть прийти на соревнования Посмотреть, какой уровень даже борцов То, что, например, 10 лет назад Как я преподавал И что сейчас я преподаю Огромная разница У меня дети такое вытворяют Что я сам этого не знал Сейчас? Да Что сейчас я преподаю Образно говоря Я это узнаю прям вот И сразу даю То есть я там не думаю А, это маленький человек Я ему там буду Желтый удушающий прием Буду учить Болевой показывать Когда он будет там 12-13 лет Нет Я уже сейчас знаком А почему? Потому что он должен Запрос такой? Запрос То есть ребенок должен Развиваться во всем Он может до 12 лет Уже и закончить заниматься И он у меня только на подсечках И на передвижении На шагах распался Почему? Нет Если грамотно Дозировано Можно давать Понятно, что Опять-таки Смешные единоборства пошли Посмотрели, как Хабиб Нурмагомедов Задушил Последний выиграл Приходишь, ребята И говорят Ну как там наш Хабиб? Вот так А давайте мы посмотрим А где у нас там это? Ах, у нас это на зеленый пояс Ходака Джимми Головодушающий Давай-ка мы его посмотрим Опа, посмотрели Ребята сели Аккуратно давить не будем Потихонечку начинают действовать Опа Сам как у Джимми Удушающий ногами Пожалуйста, ребята Я вам сейчас покажу И научу Попробуем И они потихонечку Понятно, что Им запрещено В правилах Это применять Но мы говорим О дзюдо О традиционном дзюдо Убрали ноги Но никто же не говорит Что я сейчас ноги не показываю Как это? Ребенок вышел Он что выйдет на улицу И с ним будет какой-то там Вольник выйдет Против него Он скажет Эй, ребята У меня правила Сейчас извините Мы за ноги не берем Да давайте мы встанем в захват Нет Сразу нырнут проход в ноги Или его будут скручивать Вот таким врачебом Нет, дзюдо запрещено Надо держать кимоно Отворот в руках Так нельзя скручивать И что? Он ничего не будет делать? Или допустим Такой момент У нас тут произошел Такой случай В Анапе Там молодой человек Ну в общем Был конфликт И он молодой Он школьник Ну уже старше класса Можно сказать 16-15 лет Занимался борьбой Санбо, дзюдо И он Применил бросок Через грудь Просил человека В общем-то безоружного Который даже не сопротивлялся И поставил его на голову Вот так Прямо Ну конечно В первую очередь Конечно Это и слава богу Не мой ученик Я так Ну все равно же Была проведена Беседа с детьми И самое главное Хотя бы Хоть какие-то моменты Как Обезопасить Если вот такое Будет происходить Как он может Схватиться за ногу Как он может Зацепиться Чтобы его не кинули Прямую Через грудь Чтобы не сломали ему шею Чтобы не сделали инвалида Потому что Ну рядом же Занимаются У нас в зале Где я работаю У меня дзюдо Тэквондо Греко-римское Айкидо Это к тому Я говорю о том Что На улице На улице Ну 12 микрорайон Зал полностью забит То есть Вот сегодня Уже там Другие люди работают И детей у всех хватает И всех борются И все занимаются Нету Что я пришел А зал открыл И приходить Это говорит о том Почему я без отпусков работаю Потому что Если у тебя нет детей То И времени у тебя не будет Придет на твое время Приезжий Из Севера Товарищ Из Москвы У нас севера больше Я Ты говорит Я Молодой Сильный Я хочу тренировать Можно я здесь буду заниматься А ты уже старый Больной Ты там Давай Вот так Вот поэтому И тут и пашешь Как зверь Вчера Вот 6 тренировок Папа Мало Мало Меньше Последнее Последнее Когда вас ждал Уже было 5-6 лет Пришли дети Хороводы водил И как Домой А Где я Ну а снова Конечно У меня Лично Я конечно Работаю В традиционном дзюдо И я даю Здоровье В первую очередь То есть От такого Резко Прям Ярого Спортивного Конечно Дополнительно Дома В выходные Занимаюсь Дополнительно Гирями Турниками Так вот Что-то я делаю Такое Резину тяну Что-то такое Конечно Времени нет Там как-то еще Уделять Ну летом Море Дополнительно Где-то Велосипеды Сажусь на велосипед Сейчас сяду Уже Буду крутить Педали На тренировку Обратно У меня там Получается По 5-6 километров На работу Сработать Вот так Стараюсь Дышать Хотелось бы Так конечно Позаниматься Творчеством В форме Ката Ну это вот на пенсию Да Ну вот на пенсию Надо уходить Влад Бездомный Я пенсионер Здесь С левой стороны Тоже у нас Ветерат Ну я-то настоящий Пенсионер Это все такие Ряженые В принципе Я бы мог тоже Уже на пенсию Пойти У меня уже 25 лет Есть спецстаж Но сейчас Изменились Правила Сейчас уже А сколько вам лет Если на секрет 52 Ну еще рано Еще рано Так нет Мы все Я не хочу Уходить на пенсию Я хочу пенсию Получать Вот Да Пенсию получать Да неплохо А работать Вот я Очень переосмыслен Много конечно Пандемию Когда нас закрыли Потому что В общем-то Я так полежал Там неделю Дверь тоже Чихал Там Соплею Думал Что у меня Может быть Тоже Какая-нибудь Коронка Вот И в общем Я так Отлежался Немного Потом Я так понял Что У меня все У меня уже Все Я не могу Дома быть Мне надо работать Мы работали Мы работали В онлайн То есть Там Я старался Писать Там Записывать Какие-то Программы А ты же Меня тогда Нашел Тренировки Мою тренировку Вот Так Скажи мне А как же В таком случае Отцепить детей От интернета Невозможно Это же Это уже Технологии Которые позволяют Также И преподавать Удаленно Да Да Это Нет С одной стороны Если Есть возможность Увидеть Посмотреть Вот Я у себя в зале Мы поставили Мои родители Лично От чудоистов Поставили Проектор Проектор Поставили Для того Чтобы там Судо смотреть Семинары Работа над ошибками Где ребенок Поборолся Мы можем Посмотреть Как он боролся Что он делал Какие приемы Какие у него плюсы Какие минусы Слушай А вот еще Знаешь Я вот Несколько интервью Делал С адептами И мастерами Боевых искусств Есть такой Французский Это изречение Там Кодекс Сюдаиста Слышался Да Такая Штука Вежливость Смелость Да У меня на бело-желтый пояс Храбрость И так далее Всякие такие У меня даже Специальный диплом Есть Вот я задаю вопрос С картинками Тебе да Тебе задаю вопрос Каким образом Дедо может развить В человеке Вот эти вот качества И дедо не может развить И это заложено Генетически И никак не повлияет Нет Генетически Доложено И Плохого И хорошего То есть К тому же Куда тебя повернет Учитель То есть В первую очередь Тебе слово Это вежливость Да Значит Мы заходим Опять деду Это он учит Сразу Поклон зал Говори Над собой Но это просто Дедо В этом Самое главное Не каждый вид Так учит Когда ты должен прийти Плохо Тебе там Хорошо Да Какие у тебя там Чувства Обуревают тебя Ты должен себя Проконтролировать Ребенок Тебе там Или не ребенок А твой там Друг Который там Что-то тебе плохое Сказал А ты раз И на него бросился С кулаками Эмоции Умейте держать Свои эмоции Гзюдо Это опять-таки Просто Кладись Что там у нас Еще есть Уважение Ну опять Это Уважение Уважать Уважать друг друга Уважать своего партнера В первую очередь Объяснишь Ну давай ты с ним Поругайся И скажешь А я тебя выиграл А на следующий день Он не придет С кем ты будешь Тренироваться Ходите Парилочку Выключаем Нет Не выключаем Вы остаетесь Мы делаем паузу На парил Выключать Как такое у тебя Только начинается разговор А мы выключать